Дай почитать. Среди изменяющихся ценностей, среди коммерциализирующейся до отторжения современной литературы чувствуешь, как никогда, ностальгию по-настоящему. А книги Джин Литл возвращают нас не просто в детство, а в переживание и увлечение истинной литературой, когда можно ночь не спать и с упоением читать, перечитывать, переживать, радоваться и обретать то, что Аристотель называл катарсисом. Вот я и поймала себя на мысли, почему вдруг стала поклонницей пусть незамысловатых и предсказуемых историй Джин Литл. Итак, у нас две героини. Саманта, Сэм, 10 лет, живет с папой, к сожалению, не слишком оплачиваемым писателем и любящей бабушкой, которой этим летом предстоит сложная операция с продолжительной реабилитацией, а папа должен отправиться за вдохновением в Латинскую Америку. У бабушки есть подруга Маргарет, и она с радостью примет Сэм на лето. В самолете Сэм знакомится с Алекс, которая тоже летит в этот же город к бывшей одногруппнице мамы Мэри. Мама вышла замуж, ожидает ребенка и вместе с отчимом Алекс мечтает поехать в Австралию. Девочек в ожидающих семьях никто не видел, и они решают поменяться местами. И теперь Сэм будет обучаться верховой езде, а это ее мечта, а Алекс играть с собачками и читать книги, а это ее любимое занятие. Но все оказывается куда сложнее, чем обыкновенный розыгрыш. Появляется мистер Карр и серый попугай Бильбо, и забава превращается в исполнение долга, проявление милосердия и ответственности. Выбор неизбежен. Как поступят Сэм и Алекс? Смогут ли сохранить человечность и любовь? Читаем Джилл Литтл этим летом «Я не я 6 плюс». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать